О развращенности нравов Римской империи хорошо известно всем, кто интересуется историей античного мира. При этом, прежде всего в памяти всплывают имена Нерона, Каллигулы, Мессолины, чьи имена стали едва ли не синонимами распутств. Но вот про императора Марка Аврелия Антонина, вошедшего в историю под именем Гелиогабал и правящего Римом с 218 по 222 год, вспоминает гораздо реже. Гелиогабала природа щедро наградила привлекательными внешними данными, но очевидно компенсировала это недостатком ума, и воспитанием, превратив его в жестокого разращенного самодура. Наверное, при тех нравах, которые царили в то время и при том окружении, в котором рос мальчик будущий император, трудно было ожидать, что он станет высокообразованным праведником, наделенным высокими моральными принципами. Хотя справедливости ради надо сказать, что в то погрязшее в разрате время было много и порядочных людей, не обделенных моралью и придерживавшихся нормальной сексуальной ориентации. Но Гелиогабал, в отличие от многих других римлян, имел положение власть, что при его гнилой душе, садистских наклонностях и любви к представителям своего же пола, стало поистине адской смесью. Гелиогабал родился в 204 году в семье, имеющей кровные узы с тогдашним императором Септимием Севером. Возможно, такое родство сыграло бы положительную роль и дало бы ребенку максимальные возможности для личностного роста и развития, если бы его окружали нормальные люди. Но его бабка Юлия Месса и мать Юлия Саэмия были неразборчивы в связях, алчны и жаждали власти. Поэтому Гелиогабал стал в их руках орудием для достижения этих целей. Надо начать с того, что его мать не знала, кто отец ребенка. А может быть, ей было выгодно это говорить. Хотя она родила в законном браке, но всем говорила, что отцом ребенка является Каракала, тогдашний консул и будущий император. Зная о моральном облике, предполагаемом у отца, вполне можно поверить, что это была правда. Поэтому мальчику, нареченному при рождении сирийским именем Авито Вария Бассианом, сменили его на марка Аврелия Антонина. Шли годы, и Каракала стал императором, глупым, порочным и беспринципным. Его убили спустя 9 лет его бездарного правления. Гелиогабалу в то время было 13, но он уже успел впитать в себя все прелести натур матери, бабки и возможного отца, а также вкусить разратной жизни. В то время юноша уже осознал свою природную красоту, но не стремился сделать ее более мужественной. Напротив, он хотел, чтобы им восхищались мужчины. Он мечтал стать прекрасным, как самый лучший из женщин. Гелиогабал пользовался женской косметикой, румянил щеки, красил губы, а также носил женские украшения. Мать и бабка сделали все возможное, чтобы их отпрыск стал императором. Это случилось, когда мальчику исполнилось 14 лет. Когда ребенок-император въезжал в Рим на золотой колеснице, одетой в изысканной одежды, которую никогда не одевал дважды, весь увешанный драгоценностями и с изнеженным накрашенным личиком, в перетешествии обнаженные девы несли его портрет, на котором он был больше похож на дорогую проститутку, чем на императора. После воцарения в столице, молодой император провозгласил новую религию. Будучи жрецом финикийского бога солнца Элгабала, он принялся повсеместно насажать чуждый римлянам культ, возвел храм на центральном холме, проводил ежедневные богослужения, на которых в обязательном порядке присутствовала вся аристократия, и даже устроил бракосочетание сирийского бога солнца с карфагенской верховной богиней, для чего привез ее статую и все сокровища храма богини. Позже он сам поразгласил себя богом Элгабалом. Жизнь при императорском дворце напоминала вертеп с бесконечными пирами, представлениями и оргиями. Гелиогабал ввел игру в лотерею, когда на пир в его дворец приглашались самые бедные люди Рима, которым раздавались ложки с написанными на них номерами. Во время застолья император называл номера и говорил, какой приз достанется его обладателю. Конечно, были и неприятные призы, например, дохлая кошка, но в основном бедняки получали либо золото, либо какие-нибудь другие ценные блага. Было у юного императора и другое развлечение. Во дворец приводили нищих коллег, поили их, а затем заводили в комнату с дрессированными хищниками. Понятно, что люди безумно пугались, а Гелиогабал наблюдал на это сквозь потайные окна и веселился. Надо сказать, что сначала рядовым римлянам импонировал такой правитель, поскольку они успели хлебнуть горе от его жестоких предшественников. Но их надежды на доброго и веселого императора не оправдались. В годы правления этого распущенного мальчика широкое распространение приобрели человеческие жертвоприношения. По всей империи убивали самых красивых мальчиков и знатных семей, чтобы угодить непонятному никому божеству, которому поклонялся Гелиогабал, а заодно устранить конкурентов по красоте. Он был женат, причем трижды. Но ни с одной из своих жен он не нашел ничего общего, ведь семейная жизнь не входила в сферу его интересов. Любовниц у него было множество, но в отличие от мужчин, более одного раза отношения ни с кем из них не повторялись, поскольку Гелиогабал был не сколько натуралом, сколько пассивным гомосексуалистом. Он хвалился, что у него было столько любовников, сколько не было у самой раздратной шлюхи. Гелиогабал выбирал их среди актеров, циркачей и даже рабов. Основным мерилом при выборе партнеров для своих гомосексуальных оргий он считал размер пениса. У императора были специальные люди, которые искали молодых людей, соответствующие внешностью, в банях, оценивали размер фалоса и лучших, по их мнению, приводили к цезарю для любовных утех. Всех, кто ублажил его в постели, Гелиогабал селил во дворце, давая им высокие государственные должности. Среди его фаворитов был один мужчина, который покорил сердце императора, раб Гейрокл. Он был колесничем, которому повезло во время гонки упасть перед тем местом, где сидел Гелиогабал. Шлем слетел с головы раба, и взору императора предстало красивое лицо молодого человека, обрамленное роскошными белыми кудрями. Гейрокл сразу же засел в сердце Гелиогабала занозой. После этого случая правитель велел привести раба в свои покои и сделал его своим любовником. Он настолько был увлечен новым фаворитом, что поселил во дворце его мать-рабыню и дал ей должность консула. Гейрокл настолько умел ублажать в постели своего хозяина, что тот публично целовал ему половой орган, говоря при этом, что отдает ему дань за прекрасно проведенные ночи. Античные историки писали, что он любил умерщвлять своих врагов очень изысканным и вычурным способом. Гелиогабал приглашал их в гости на роскошный обед, сажал на определенные места, и когда все сидели за столом и спокойно пировали, сверху на гостей начинали сыпаться лепестки роз, в таком количестве, что людей засыпало с головами, и они задыхались. Гелиогабал, скорее всего, понимал, что его век недолог, но он считал, что он должен умереть красиво и от своей руки. Поэтому повсюду во дворце разложили веревки из золотых нитей, флаконы с ядом, золотые кинжалы, чтобы убить себя, если возникнет необходимость. Также он выстроил высокую башню, подножие которой вымастил золотыми слитками. На случай, если он выберет такой вид самоубийства и захочет броситься с ее вершины, его благородные мозги и кровь растеклись бы по золоту, а не по грязной земле. Однако мечтам развращенного императора о красивой смерти не суждено было сбыться. Шло время, и образ жизни Гелиогабала все больше и больше раздражал римлян. В один прекрасный момент чаша терпения была переполнена. Солдаты устроили бунт, в ходе которого Гелиогабал был убит. Его труп насадили на крючье, протащили по всем городским улицам, а потом выбросили в Тибор. Отращение к нему было настолько велико, что Сенат запретил отныне и навечно давать имя Антонин детям. Гелиогабал правился в четыре года, и к моменту его насильственной смерти, 11 марта 222 года, ему было всего лишь 18 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова